Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Владимир Ольга. 27 августа на Global Lab установили новый патчик. Размер патча 1 гигабайт, и в этом видео я познакомлю вас с изменениями, которые появились после установки данного патча. Напоминаю, что все изменения применимы только к тестовому серверу и могут быть изменены до установки на официальные сервера. Исправлена ошибка, из-за которой связь навыков персонажа периодически не активировалась во время таких действий, как экстренное уклонение и взаимодействие при сборе во время переключения оружия и во время движения персонажа. Половина классов коснулась этой изменения. Это воин, колдунья, валькирия, ниндзя, темный рыцарь, страйкер, фурия, лан, лучник, шай, страж, новомудрец и корсар. Исправлена ошибка, из-за которой умение экстренного уклонения не использовалось во время спринта в мирной стойке. Тут персонажей поменьше. Это варвар, мастер меча, волшебник, волшебница, корсар и нова. При использовании умений падения метеорита 1-3, абсолют падения метеорита и мощь падения метеорита инферно у волшебника и волшебницы внесено изменения, чтобы автоматически запускать атаку через определенный период времени. Исправлена ошибка, из-за которой урон призывных существ, появляющихся в навыках, не применялся к некоторым осадным постройкам во время сражения за узлы и захваты территорий. Это для классов мудрец, нова и корсар. Фурия. Исправлена ошибка, из-за которой персонаж временно останавливался при уклонении назад при использовании некоторых навыков в состоянии низкой выносливости. Мощь волчья пасть. Исправлена ошибка, из-за которой персонаж периодически останавливался при использовании навыка, потребляя 30 единиц боевого духа, а затем соединялся с другим навыком, потребляющим части боевого духа. Для тех, кто играет на Корсаре, я сделала скрин с изменениями. Наверняка вы поймете, что к чему. Я ничего не поняла в этих изменениях, так как не играю на этом персонаже. Снова изменения коснулись скилла Атака Лавао. Его уже меняли. Уменьшили код этого навыка с 10 минут до 1 минуты. И вот сейчас снова возникла тема про 10 минут. Я, если честно, не совсем поняла. Его снова вернули к 10 минутам, либо он длится, теперь будет 10 минут. Ну, в общем, вы играете этим персонажем. Я думаю, что вы поймете, что к чему. Также разработчики заботчены тем, что у большинства игроков арендуемые дома заставлены плитами и алхимическими столами. И у игроков остается мало пространства для установки декора в доме. Поэтому добавлена возможность восстановления прочности плит и алхимических столов 3-4 уровня при помощи набора инструментов. Выглядит теперь это следующим образом. В окошках взаимодействия у плиты и алхимического стола, помимо R-ки, появилось внизу взаимодействие молоточек, то бишь ремонт данного инструмента. А также в игре появились вот такие наборы. Наборы инструментов для ремонта зеленого и синего грейда. Для третьих плит и столов зеленые улучшенные инструменты, для четвертых превосходные инструменты. Эти инструменты можно будет получить, обменяв неиспользованные плиты и столы у соответствующих NPC, которые находятся во всех крупных городах. За третью плиту и стол вы получаете зеленые наборы. За четвертую плиту либо стол синие наборы для ремонта. ПА продолжает делать игру более удобной для игроков. С этой целью в игру добавили цепочку заданий у алхимика Карашу на Восточном базаре, завершив которую вы сможете различать порталы, ведущие в Гистрию и Анакрион. Теперь портал в Гистрию будет выглядеть вот так для того, кто выполнит эти задания. Для отображения квеста у Карашу вам необходимо поставить предпочтительный тип квеста в битва, либо включить отображение всех типов заданий в интерфейсе заданий. Я очень надеюсь, что помимо визуального отображения будет еще какой-то текст, потому как данное освещение, если вы видите отличия, оно не очень заметно в средних настройках игры. Хорошо видно на ремастеринге, на высоких настройках, но большинство наших игроков, к сожалению, не имеют возможности играть на ремастеринге, и это освещение практически незаметно. Также по многочисленным просьбам игроков к NPC Джетина были добавлены 6 квестов для получения порошка Пылающего Черного Камня Луны в количестве двух штук. Если вы помните, это квесты ежедневные, которые мы делаем на пятую бижутерию. Значит, в данное задание были добавлены убить любых 3000 монстров, победить в Атараксионе Уркиса, победить в Атараксионе Эльве Уркиса, победить 2000 кагумов, 1500 шириканов дневных и 2000 монстров в руинах Ширы. Также улучшения подвезли и для любителей бартера. В информационное окно бартера были добавлены новые фильтры в дополнении к имеющимся. С помощью новых фильтров вы сможете настроить отображение обмена таким образом, что в окне будет виден, например, только обмен 1 к 3, либо только обмен на монеты ворон, либо первый уровень на второй, второй на третий и так далее. Также появилась функция сортировки бартера по островам, начиная от самого ближнего к вам. Вот если вы видите, это кружочек в правом верхнем углу. При этом система учитывает ваше фактическое местоположение. И правильно настроив эти фильтры, вы сможете максимально эффективно расходовать свои очки убеждения. Теперь можно посетить особняк других игроков и использовать функцию украшения. Функция украшения позволяет заранее разместить жемчужную мебель и инсталляции в особняке других игроков и подарить их игроку-владельцу особняка. Вы можете проверить по почте обои на польное покрытие, которое вы подарили в качестве украшения. Остальная мебель будет оплачиваться при условии, что установка в особняке завершена. Чтобы плавно использовать функции Ctrl-C копирование и Ctrl-V вставка в заметке композиции, курсор мыши не исчезает, даже если вы нажмете клавишу Ctrl, когда заметка композиции активна. Если в течение трех месяцев после объявления о наборе в гильдии не будет повторного объявления, пост о найме будет изменен. Были внесены улучшения на арене крови таким образом, что если сражение на арене крови заканчивается в состоянии смерти персонажа, он автоматически воскреснет в области воскрешения на арене крови. Некоторые изменения коснулись осад. Концепция освобождения в сражениях за территорию была преобразована в бальную систему. Если две и более гильдии остаются до конца захвата территории, когда нет владельца замка, ранг определяется в зависимости от оставшейся прочности командного пункта либо полевого лагеря. Для каждой гильдии также оставшиеся осадные сооружения, общее количество убийств и смертей во время захвата территории также имеют свои определенные баллы. Есть таблица этих баллов, ссылка будет в описании под видео на текстовый патч, кому интересно, подойдите, посмотрите. Ну а награды, которые получает гильдия, я вам сейчас покажу. Гильдия с наивысшим рейтингом побеждает, становится владельцем территории. За исключением владельца, лучшие пять гильдий и оставшиеся альянсы могут получить более высокие награды, чем существующие награды за поражение. В окне карты мира к значку каждой территории был добавлен значок, указывающий, были ли разрушены внутренние и внешние ворота. В описании предмета гильдия крепкая квадратная крепость четвертого уровня количество огненных башен и загонов для слонов может быть установлено в соответствии с фактическим количеством сооружений. Добавлено функция индивидуального уведомления в чате друга. С помощью данной функции вы можете устанавливать будильники мессенджера индивидуально для каждого друга в вашем списке друзей. Ну и в завершении видео небольшой ролик с превью изменения скиллов воина и лучницы в рамках перезапуска старых персонажей. Напомню, на ПТС первые правки для воина подъедут 2 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавлено функция Добавлено функция Добавлено функция Ну а на этом все. Кому понравилось видео ставим лайк, подписываемся на наш канал и всем спасибо, всем пока!